Задача курса это в первую очередь зародить ваш интерес, потому что только тот, кому будет интересно и будет интересоваться, пробовать, развиваться, расти в этом направлении. И без интереса освоить когнитивно-поведенческую терапию невозможно. Потому что если читать о ней вот так в учебниках, то выглядит она крайне скучно по сравнению с остальными методами очень сухо, так редуцировано, может быть даже поверхностно, что есть какие-то вот рефлексы, текущие слюной собаки Павлова, ну формула АБЦ Элиса, и все это выглядит не очень впечатляюще. Но поверьте, за последние годы когнитивно-поведенческая психотерапия стала настоящей вселенной психотерапевтической не просто одним из трех ведущих направлений, а наверное самой глубинной, самой качественно научно изученной, самой научно обоснованной формой психотерапии на сегодняшний день. Поэтому она является ведущей, как уже говорил Роман, в своей практической такой применимости, потому что если мы возьмем как пример Соединенные Штаты Америки, Западную Европу, то страховые компании в первую очередь включают методы когнитивно-поведенческого подхода в то, что они готовы и согласны оплачивать. За счет чего? За счет такой прозрачности, понятности этой терапии, ее изученности, в том числе и с точки зрения науки, различных рандомизированных контролируемых исследований, различных мета-анализов и понятности для тех же страховых компаний и для тех же врачей, для тех же пациентов, что, собственно, происходит, сколько это займет времени и какие результаты можно ожидать на выходе.